всем привет решил сегодня поговорить про такую тему как как зарабатывать с клиентов нормальные деньги да то есть я сам через это проходил и большое количество там ребят которые у меня занимаются они все спрашивают как повысить средний чек то есть как взял так чтобы вам платили там 100 200 300 там 500 миллион до за услуги ваши и в этом видео я хочу просто такой момент объяснить которые я подробно разбираю на наставничестве на мастер-майнде дано на новом курсе стратегический маркетинг кому интересно просто мне напишите в директ вот им скилл скину ссылки да вот если вкратце то первый важный момент которым стоит понимать до в продаже дорогих услуг это то что есть цена за услугу да то есть как бы ощущение цены ваша и ощущение цены клиента за эту услугу то есть важно понимать не цену а отношение к этой цене сейчас я объясню возьмем например ну например там какую дорогую одежду да с точки зрения функциональности да эта одежда стоит там 20-30 процентов от той стоимости которые вы за нее платите дан при этом какую там дорогую там рубашку дольче габбана которая стоит там 100 100 тысяч рублей например да то есть функционально да вот себе стоимость этой рубашки это вот если брать там материалы стоимость да вот это все ну там с учетом бренда даже да там ну тысяч 20 максимум но почему она стоит 100 тысяч и почему люди за это платят потому что помимо функциональных потребностей человека есть еще социальные и эмоциональные вот это вы не учитываете что очень важно держать во внимание когда вы продаете услуги дорого то есть если вы продаете что-то за 300 тысяч рублей вы должны понимать что вы продаете не свое время не человека часы там ваших сотрудников либо там не конкретный инструментарий не прикладную работу которую вы занимаетесь вы продаете ощущение от этой услуги то есть эмоции которые клиент получает и дальше уже нужно разбираться как это ощущение создавать то есть как создавать эту эмоцию до чтобы человек платил вам больше чем просто себестоимость потому что если взять например услуги по там тому же самому там за настройки рекламы продюсирование ведение смм там за дизайна то там цены разнятся там если брать себестоимость да то там за этом создать сайт стоит 5000 рублей на тильде ну почему кто-то продает за 5000 кто-то продает за сто пять тысяч а кто-то за 500 тысяч сайты да в чем в чем отличие именно в отношении то есть отношение к цене разные да и давайте дальше разбираться как это состояние как это ощущение создавать во первых это естественно личный бренд то есть когда человек покупает например там логотипу артемий лебедева он покупает не логотип а что он покупает естественно покупает ощущение от этого логотипа ну как минимум он может прийти там к своим знакомым друзьям сказать ребята мне артемий лебедев сам артемий лебедев создавал логотип для моей компании то есть он покупает эмоции то же самое с услугой по стратегическому маркетингу да вот я сейчас продаю стратегию полмиллиона рублей казалось бы да то есть если разделить это на составляющую то это по сути pdf файл там сто пятьдесят двести слайдов да там я его защищаю да этом объясняю точенности вопросом по сути это pdf файл и многие могут сказать блин а какой дурак будет тебе max платить 500 тысяч рублей за стратегию зачем кому-то тебе платить такие деньги гигантские за просто pdf файл из-за той информации которую можно и в интернете найти но прикол в том что люди платят не за pdf файл и даже не за ответы на мои вопросы и точнее ответы на их вопросы да а они платят первое за то чтобы решиться например переупаковать свой продукт либо начать новое направление в бизнесе за просто ощущение того что они со мной поработали да что вот с ними там топовый маркетолог из москвы поработал которого там в портфолио есть там тони роббинс а яс гандапас там артисты black star и так далее вот за что люди платят также они платят за как мера использование как рычаг давления на своих сотрудников то что он мир их не слушают сотрудники а вот макса маркетолога крутого послушать поэтому вот он нам стратегию создал давайте ей придерживаться да то есть всегда копайте глубже вот еще прикол момента куда который вот мне очень понравилось как тимур кадыров в stories это все раскрыл что многие из вас там жалуются на то что вам нормальные деньги не платят что вам там платят только там за пятнадцать двадцать пять тысяч рублей за как быть за какие-то ваши услуги и он прикольно написал а вы вообще создавали продукты baby продукты для такой аудитории на такие чеки нет прикол в том что вы даже не пробовали продавать на такие чеки да и я вас не осуждаю я долгое время сам пытался выйти там пробить планку миллион рублей в месяц да я сам пытался там продавать дорого свои услуги но меня не получалось и не потому что я плохой специалист прикол в том что вот 99 процентов ребят которые хотят зарабатывать вы все крутые специалисты вы реально классные эксперты но в какой-то момент вам нужно понять что чтобы двигаться дальше чтобы зарабатывать больше денег вам нужно качать не hard skills то есть не прикладные навыки ваши а soft skills то есть умение самой презентации продажи лидерство мотивации саморазвиваться да там читать книги нетворкинг качать да там лично бренд свой развивать вот зачем нужно развивать soft skills да не потому что это какая-то типа там вот там нам на тренинге сказали что важно там за там работать над собой над своей головой самим гречем еще бежен блин то так и есть понимаете то есть прикол в том что опять же вот давайте возьмем ученых почему какие-то ученые там насчет бедные да пусть они там за там где-нибудь там работаю там каких-то не научных сельских институтах а кто-то получает там премии тут там за рубеж едет работать топовых компаниях и зарабатывать миллионы долларов в чем отличие ведь этот этот ученый они гениальны да но прикол в том что один умеет себя продавать другой нет и как будто это умение самопродажи вот из чего она складывается первое она вкладывается из вашей энергии вот как бы это глупо не звучало но вот пример этому может послужить вебинар который провел да вот продающий ко мне сейчас вот некоторые эксперты приходят да там за консультациями спрашивая макс типа вот как нам зарабатывать больше вот у нас онлайн школа за нас проект какой-то онлайн мы хотим зарабатывать больше но не получается повышайте чек а не год но как у меня вот бедная аудитория вот там дороже трех тысяч рублей они мне ничего не покупают я просто свой пример привожу его ребят я в течение трех лет продавал марафоны по трафику там не за это может быть кто-то из вас уже даже проходил эти марафоны там по маркетингу они стали полторы тысячи рублей да и я тоже 2 блин моя аудитория никогда не купит что-то дороже там максимум 35 тысяч рублей мне стоил курс вот это максимум которые люди могут не заплатить в онлайн но когда мне приперла жопу да когда мне там кредиты суды и блять там куча проблем навалился 2020 году об этом я рассказывал инстаграм я просто понял что либо сейчас зарабатывать деньги ну либо я в жопе соответственно чтобы зарабатывать деньги я насильно себя заставил вот выйти из зоны комфорта и поставить чек там 300 тысяч рублей за свои услуги и прикол в том что люди с этим согласились и как бы я к чему это говорю то что вот когда я проводил продающий вебинар на нем было четыреста там 50 человек да там ну в пике да там ну в среднем смотрела 200 человек живой в бинар и я на нем продавал свой курс по маркетингу да вот новый и ну из получается 250 человек которые смотрели этот вебинар у меня купила то ну шаг 20 но прикол в том что средний чек был 180 тысяч рублей и около четырех миллионов рублей я заработал с этого вебинара да и я знаю что многие люди там запуски на 35 миллионов делаю там месяцами на пусть они там кучу сотни продаж делаю да мне а мне хватило всего 20 человек ну там 24 человека о чем это говорит о том что люди видели в этом ценность это раз второе они не доверяли и кредит этого доверия который складывался месяцами то есть все эти люди которые у меня купили они меня читают а месяц два три полгода год кто-то даже два года если кто-то меня сейчас здесь там давно читает можете меня плюсануть до улиц в комментариях как бы о чем я говорю о том что можно продать либо за полторы тысячи рублей либо за 200 или 300 тысяч рублей в чем отличие разница в том что если вы продаете за полторы тысячи рублей вы продаете разовое что-то да это как бы эмоциональная продажа то есть человек вас не знает да вот у меня сейчас вот на введении есть один проект где женщина у нее там несколько сотен тысяч подписчиков в инстаграме там и миллион тик токи она продает гайды потом 500 700 рублей по здоровью и она мне спешит макса как не зарабатывать больше у меня аудитория бомжатская ангет я и у тебя не аудитория бомжатская а просто ты не хочешь вкладываться в эту аудиторию да вот важный момент нужно вкладываться в свою аудиторию что значит вкладывать это значит что у каждого вашего подписчика есть определенный кредит доверия насят как вот счет в банке и вот эту кредитную линию эту емкость денег которые могут вам люди дать она складывается из-за того уровня качества информации которые вы в них вкладываете да ту энергию который вы делитесь и она копится 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 в какой-то момент вам люди как бы как спасибо дарит то есть найти вот люди которые мне платят 300 тысяч рублей или 500 или миллион они платят не за мою услугу они платят мне лично то есть на мою энергию идут да то есть вот они как бы таким образом благодаря то есть вот у них накопилось какая-то вот энергия да тут масса эмоции да там связанных со мной да там полезности и они меня как бы вот одаривают таким образом деньгами этим и плюс доверие опять же да то есть я своим образом вызываю доверие на 300 тысяч рублей на 500 кто-то на 5 миллионов продает есть такие как бы да там за 25 миллионов продают но как бы поймите суть что вы либо сейчас продаете в моменте дешево на новую аудиторию которых вам пришла либо вы вкладываете складывались в эту аудиторию продаете дороже как у меня произошло когда вот я проект тони роббинс сдавал да там в олимпийском там 28 тысяч лайк все этого об этом кейсе слышали я несколько миллионов рублей там ну собрал с этого проекта и вложил это в инстаграм но я ничего не продавал понятия вот эти деньги вкладывал просто в кнопку продвигать я писал посты и эти посты просто в кнопку продвигать на 10-15 тысяч рублей продвигал каждый день таким образом я собрал лояльную аудиторию вокруг себя и потом через три месяца только я в stories говорю ребята то есть мне бы меня не было не сайта нихера я просто говорю ребята вот вы меня читаете там три месяца до хотели бы вы чтобы я создал курс по маркетингу которая там ну в котором я пишу все более подробно то о чем я рассказывал в постах я тогда закрыл на 800 тысяч рублей буквально за неделю понимаете почему так произошло да потому что люди меня читали они получали уже пользу и они понимали что блин макс крутой надо ему заплатить и вот как бы вот если вы научитесь вкладываться в вашу аудиторию если вы научитесь передавать им ценность и энергии вот эту то есть вспомним то что начали отношение к стоимости не сама стоимость важна цена а ценность отношение к этим деньгам если они понимают что за эти деньги они получат в разы больше то есть например сейчас у меня курс по стратегическому маркетингу готовы ли вы заплатите условно там 300 тысяч рублей вот и стоимость моего вип-пакета премиум за то чтобы научиться зарабатывать с каждого клиента 300 500 тысяч то есть разово заплатить 300 за то чтобы потом каждый месяц там зарабатывать миллион 2 да конечно да понимаете если вы донесете нормально эту ценность как я мир доношу до своей аудитории то у вас будут покупать то же самое с сайтами можно продать сайт просто типа вот я сделаю тебе сайт на тильде за 5000 рублей ну просто сайт стоит 5000 а машина по зарабатыванию бабла с охуенным дизайном с там анализом конкурентов там блять и гибейшими каким-то офферами стоит уже 150 тысяч то есть прикол в том как вы это подадите понимаете а это вопрос уже не про hard skills это вопрос не не вашей компетенции как сайтолога да а вашей компетенции именно презентации продажи вы то же самое делаете когда вы идете на свидание с мужчиной женщин да кто бы там ни был если вы мужчина вы там девушка идет на свидание знаете можно говорить просто знаете я мужчина 30 лет достаток выше среднего проживаю в москве интересы такие-то такие-то вот ну какая девушка с вами пойдет на свидание в таком формате никакая неинтересно а если вы начать рассказ историю если вы знаешь там я там там так так то так то там делал там там-то там-то побывал то есть вот и вот это вот ореол создаете то есть ценность увеличивается а если это вот этот ореол убрать вы просто мужик как и все мужики две ноги две руки пиписька между ног и все как бы в чем отличие да ни в чем но когда вы создаете эту ценность для девушки она готова с вами идти на второе на третье свидание и жениться детей вам рожать понимаете вот он то же самое с клиентами то есть если вы научитесь себя сама презентовать хорошо подавать себя эту аудитории да и продавать что самое важное и чтобы у людей у них два полушария до у людей два полушария мозга одно рациональное другое эмоционально чтобы рационально эмоционально подружилась чтобы они увидели факты цифры твердые да почему стоит купить у вас эмоции это вызвало и это все синергично работает тогда у вас будет продажа понимаете вот поэтому резюмирую да вот опять же как продавать дорого как продавать свои услуги дороже рынка причем почему это выгодно это вообще выгодно обоим сторонам потому что когда вы продаете что-то дешево во первых у вас нет мотивации делать это нормально согласитесь вот если вы меня понимаете плюс они то есть если вы к вам там пришло предположим 50 клиентов за месяц с чеком 15 тысяч рублей вы вряд ли будете это воспринимать как о это манна небесная вы скажете пиздец мне придется ебаться с 50 клиентами целый месяц это уже такое же у вас будет ощущение про меня было такое же еще никогда также продавал то есть я на массу работал дано на большое количество просто итерации разовых транзакций но когда я осознал что мне выгоднее поставить больше чек до чтобы больше вложиться в клиента чтобы не было больше желания ему передать ценности создать что-то то таким образом я понимаю что когда я ставлю чек выше я во-первых сам лучше работаю я лучше делаю клиенту клиент больше доволен что самое интересное опять же возвращаясь к тому что вначале говорил отношение клиента к этой услуги будет другое то есть давайте возьмем просто эксперимент вот можете реально чисто ради интереса кому интересно это вот поэкспериментирует возьмите двух клиентов и сделайте им один и тот же сайт ну плюс-минус но одному клиенту продать из его за 5000 рублей а другому за 150 тысяч вот и посмотрите кто вам больше мозги вытрахает вот первый или второй клиент я возможно опережая события вам скажу что первый клиент который заплатил он 5000 потому что сайт один и тот же то есть этот и другой охуенный сайт но если человек платит за сайт 5000 рублей он к нему и относится на 5000 рублей понимаете то же самое с обучением то есть вот плюс они те те кто скачивает курсы на складчинах я тоже так делал да это нормально мы все хотим там что-то понимает там расти сам развиваться это нормально но сколько из этих курсов вы посмотрели до конца какой процент информации которые вы оттуда подчеркнули вы внедрили я думаю что 5-10 процентов максимум а были ли у вас курсы за которые вы платили нормальные деньги если нет то я вам настоятельно рекомендую начать это делать потому что вы платите не за курс а за то время энергию которые вы готовы инвестировать в изучение этого курса и потом в внедрении это в жизнь я называю это эффект факел в жопу то есть почему факел в жопу потому что когда люди например платят 300 или 500 тысяч рублей за обучение сам плачу такие деньги иногда я мозгом понимаю что я буду полным дебилом если я не проучусь весь курс и как минимум не отобью эти деньги то если вы со мной согласны плюс они те то есть опять же отношение к информации у меня будет другое и прикол в том что так как люди находятся на разных уровнях нормы то для кого-то 30 тысяч рублей это большая сумма для кого-то 300 тысяч рублей это вообще копейки понимаете и соответственно чтобы человек занимался то нужно собрать такую аудиторию для которой эту сумму денег будет весомой то есть если вы продаете свои знания за бесценок то вы делаете хуёво и себе и человеку потому что вы сами не зарабатываете и вам нет понта и мотивации дальше в себя вкладываться улучшать ваш продукт а клиент нихера не будет заниматься потому что ему не интересно он не вложил в это энергию свою просто деньги это энергия мы же тратим энергию чтобы зарабатывать деньги согласитесь да то же самое ну как бы все все это делаю да то есть все тратят энергию чтобы зарабатывать деньги плюс минус то есть на деньги эта энергия соответственно когда человек платит больше денег он вкладывает больше своей энергии вот поэтому когда что такое факел в жопу до эффекта это когда человек платит нормальную сумму денег и его подгорают задницы то есть его подталкивает чтобы он потратил эту энергию которым на которую он тратил на чтобы заработать и 300 тысяч на вас на ваш курс на вовлеченность в вас и если вы никогда не пробовали продавать что-то дорого то я вам сегодня на стать на рекомендую попробовать это сделать если в ваших продуктовой линейки нету премиум продукта вот сегодня же внедрите его да потом не скажете спасибо поставьте какую-то услугу в десять раз дороже того что вы обычно продаете то есть если вы продаете услуги там за 25 тысяч до 50 поставьте что-то например за 500 тысяч до сразу у вас не купят даю к вам толпы там не выстроиться но когда вы получите хотя бы одну транзакцию ваш мозг он охерен говорю мысль свою значит вот про многовариативную вселенную да вот эту идею там подробно описывает вадим зеланд в трендсорфинге реальности интересно можете почитать и также эту идею рассматривают там участвует во вселенной marvel что теперь есть разные вселенные которые существуют одновременно вот прикол в том что также в нашем мире то есть вот вы живете в своем мире да и вашей картине мира не существует клиентов которые вам там платят 300 500 тысяч рублей вообще хоть кому-то платят да то есть вы думаете что чтобы зарабатывать деньги нужно там въебываться там тратить кучу времени сил и энергии максимум что можете заработать но у человека это 25 тысяч рублей но прикол в том что вот это это ваш пласт вселенной это ваш пласт мира но есть другие пласты в которых живут люди например вот я доживу в той вселенной где мне платят несколько сотен этой миллионов рублей за услугу и мы как бы живем одновременно в одном мире но мы как бы не пересекаемся то есть я вижу одних людей да и мне одни чеки вы видите других людей другие чеки и это все зависит от вашего мышления потому что мышление создает определенный фокус внимания да то есть когда вы на чем-то концентрируетесь да то есть вы например так меня слышно опять что не слышно так плюс они те ребята если слышно какая-то беда со звуком так ребят плюс они те дорогие вот соответственно когда вы на чем-то фокусировать и свое внимание вы подтверждаете те правила которые у вас есть в голове то есть вот например у вас есть правило что чтобы много зарабатывать нужно много работать либо то что вам никогда в жизни не заплатят там 500 тысяч рублей по что вы этого не достойны да вот вот эти все правила вы подтверждаете своим фокусом внимания то есть вы на чем-то фокусируетесь и вы моделируете свою жизнь исходя из подтверждения этих правил и прикол в том что если вы поменяете свои линзы восприятия если вы поменяете фокус внимания и осмысление того что с вами происходит то поменяется результат я например это часто делаю в там наставниче своим да то есть я просто беру специалиста там маркетолога какого-то и мы начинаем с ним проходиться по тем установкам правилам которые у них башки есть эти правила они формируются там в детстве родителями окружением обществом социумом религии там еще чем-то да но они есть у каждого и если вы недовольны вашим результатом сейчас эффективностью ваших действий то нужно копаться не в ваших навыках с вашими навыками все окей вы классный специалист я уверен а нужно копаться в правилах своего взаимодействия с окружающим миром самим собой когда вы меняете свои правила то эффективность результата она намного выше она вообще другая становится вот как вот как у меня произошло да то есть когда я просто взял и и как будто бы перешел с одного пласта вселенной мира да на другой где есть клиенты которые платят несколько сотен тысяч рублей за услуги где они не ебут мозг где они уважают меня и все окей и поверьте мне этих клиентов очень много и самое что интересное что там конкуренции в разы меньше потому что представьте себе какая конкуренция сейчас идет за там клиентов 25-30 тысяч рублей там несколько десятков тысяч а то и сотен тысяч специалистов которые обучились там где-то на курсах они бьются за этого клиента бедного они спамят в директ да там кому спамили в инстаграме напишите плюсик да там они звонят они предлагают свои услуги в холодную да там в комментариях спами да там купите у меня купите конкуренция пиздец какая большая но прикол в том что не всем хватает яиц поставить нормальный свой чек выше и когда вы ставите выше свой средний чек там конкуренции вообще нету понимаете там ее не существует только потому что там во-первых людей меньше а во-вторых там люди платят не за услугу как я уже сказал а за эмоции а прикол в том что только вы можете дать этому конкретному человеку те эмоции за которые вам заплатят несколько сотен тысяч рублей то есть люди там приходят на вас они на продукт ну это можно легко сравнить когда вам платят за сайт 5000 рублей до чего доебываются как обычно да как бывает да а там за на вёрстки и да он за там до кнопок до цвета а когда вам платят несколько сотен тысяч рублей за сайт там уже доебываться до результата и до эмоций и ощущение услуги да там за там сервис за общение вот если вы со мной согласны плюс они ти и как бы это повторить сложно то есть манеру вашего вашей работы общения да там ваш опыт невозможно скопировать вот в этом-то и прикол что если вы продаете сайты за 5000 рублей там скопирует вас очень просто и клиенты если не придут к вам они будут другому человеку а если вы докачали себя до того чтобы продавать свои услуги за несколько сотен тысяч рублей то придут именно к вам до выстроиться в очередь будут ждать и будут хотеть работать именно с вами даже если кто-то предложит меньше цену все равно будут ждать вас чтобы поработать именно с вами поэтому со всех сторон выгодно чтобы продавать дороже качать себя свое состояние работы своим мышлением да и давать людям пользу на то есть вкладываться в них если вам понравилась моя мысль идея плюс они ти там лайкните подпишитесь напишите комментарии инсайты свои которые у вас это эфира всем спасибо пока